Здравствуйте всем, кто присоединился. В Германии уже, как говорится, просто не то, что на носу, а вот-вот произойдут выборы в Бундестаг, и это событие незаслуженно недооценено, потому что мы привыкли, я имею в виду, в Восточной Европе смотреть персоналистки, то есть с упором на президента, на канцлера, на кого-то, хотя, по большому счету, роль парламента в Германии недооценить сложно. И достаточно интересный процесс, потому что, с одной стороны, завершается эпоха Меркель, соответственно, первый раздел каких-то сфер влияния либо влияния просто политических партий в немецком парламенте. Германия – это ключевая сторона Европейского Союза. С другой стороны, международный процесс, достаточно даже вспомнить конфликт между Францией и Соединенными Штатами Америки в связи с новыми военными блоками и подводными лодками, но как бы там ни было, по Германии. И моей собеседницей сегодня будет Юрия Темник, коллега по институту, который в германской теме, ну, как говорится, глубоко, потому что можно читать заголовки, а можно прочитать те же самые программы политических партий, там по 100 страничек с копейками на каждую, ну, и, соответственно, сделать свои выводы. Юлия, привет. Привет. Вот. Первый вопрос, то есть, насколько я понимаю, и насколько мы знаем из прессы, у блока ХДС, ХСС не все так хорошо. То есть, их популярность то проседала, то вроде бы тоже сейчас немножко поднимается, говорят, но тоже спорят различные ссылки, дают различные данные. Их подпирают сразу несколько новых партий, ну, точнее, несколько конкурентов, как старые конкуренты-партнеры в виде социал-демократов, так и левые, скажем так, свободно-демократы и остальные. Что происходит в общем с точки зрения электоральных подпочтений и почему? В общем, происходит повторение исторических событий 1998 года, когда лидер социал-демократов Герхард Шрёдер занял место Гельмута Коля, который 16 лет до этого был канцлером Германии. Коль он представлял партию ХДС, вот, собственно, Меркель представляла ХДС, и сейчас все идет к тому, по крайней мере, по всем рейтингам, что социал-демократы опять опережают ХДС, и может случиться переломный такой период. Ну, с другой стороны, если мы говорим о канцлерии, ну, это не отменяет присутствие ХДС, ХСС в коалиции, вероятно, насколько я понимаю. Это абсолютно возможный вариант, но в последнее время почему-то идут разговоры, точнее, по понятным причинам, идут разговоры о том, что ХДС не рассматривает себя вообще как младшего партнера СДПГ партии. То есть они до последнего во всех статьях и заявлениях своих представителей говорят о том, что нет, мы претендуем только на первое место, будем бороться до конца, поэтому сейчас о большой коалиции СДПГ и ХДС, ХСС не идет речи как таковой. Больше сейчас фокус идет все-таки на коалицию СДПГ с зелеными. И третий партнер – это будут либо свободные демократы или левые. Но левые – это там достаточно такая специфическая партия. Специфическая партия. И с левыми тогда, если и зеленый СДПГ, и левые будут, то тогда это вообще будет, получается, левое правительство. Потому что СДПГ хоть себя и позиционирует как центристы, но они так или иначе левоцентристы, в отличие от ХДС. Ну то есть, но с другой стороны, если смотреть по рейтингам, то сохраняется, в принципе, вероятность, если одна из этих трех партий не добирает и другой коалиции – ХДС, ХСС, АДН и свободные демократы, теоретически. Или это очень маловероятно? Это очень маловероятно, потому что мы видим, что СДПГ, они все равно будут приниматься во внимание так или иначе. Они сейчас однозначно лидируют. И два дня до выборов, я не знаю, что может случиться такого сверхъестественного, так чтобы все-таки ХДС вырвались на первое место. То есть СДПГ все равно будут приниматься во внимание коалиции. Понял. То есть фактически два варианта – ХДС, ХСС с социал-демократами, либо левое коалицо. Либо левая коалиция, да. Либо третий еще вариант – это все-таки СДПГ, зеленые и свободные демократы, которые точно так же себя относят к правому крылу. Ага, понял. То есть такая алиоцентрическая коалиция, но все равно социал-демократы – ключевой партнер. Ну вот если все-таки свободных демократов возьмут в коалицию, то тогда оно более-менее будет уравновешено в коалиционных силах. То тогда будет в равных позициях – левых или правых. То есть получается, что игра Меркель с попыткой назвать преемника в виде Армена Лашета, она постоянно сегодня, по большому счету, провалилась. Если кратко, то да. Как бы она ни пыталась представлять все-таки центр и представлять интересы ФРГ, в первую очередь она и на последнем заседании Бундестага призывала всех голосовать все-таки за ХДС, потому что это историческая партия, с которой будет гарантирована стабильность и светлое будущее. Ясно. Ну хорошо, прекрасно. А вот мы имеем примерно два варианта с точки зрения коалиции ключевых. Итак, вопрос не только и не столько в лидерах, вопрос в том, за что они выступают, то есть какая ключевая повестка. Давай так кратенько, если можно. ХДС, ХСС, социал-демократы, зеленые, свободные демократы. То есть АДН и левых мы пока не рассматриваем, просто учитывая специфику этих партий. Да, у нас получается лево направленные партии, это социал-демократы, СДПГ, зеленые и левые. Это такие, которые сейчас лидируют. С правой стороны у нас ХДС, ХСС, вместе с свободными демократами и АДГ, альтернатива для Германии. Вот, и так мы уже говорили про коалиции, я хочу сказать, что там получится легкая путаница в том, кто какие позиции будут ключевые занимать. Потому что все-таки 26 сентября это ключевой момент для выборов, а потом начнется дискуссия уже, кто с кем будет дружить и создавать, значит, большинство. Вот, и в этом вопросе очень много непонятных формулей иксов и игреков, потому что социал-демократы, они вроде как центристы, но если зеленые будут младшим партнером, то, скорее всего, лидеру зеленых Анны Лены Бербук будет предоставлена позиция министра внешних иностранных дел. Вот, а если они еще возьмут тогда и свободных демократов, то лидер свободных демократов Кристиан Линднер, он претендует на позицию министра финансов, либо министра экономики и энергетики. Это у них один департамент. Вот, и там я немножко отклонилась от тему партии, от программы партии, но это очень важный вопрос, потому что Олаф Шольц, лидер социал-демократов, он все-таки говорит о том, что он будет стараться и объединить в Европу, и выстраивать грамотно, прагматично для Германии внешние отношения. А все-таки, если Бербук будет министром иностранных дел, то она очень критично относится к России, очень негативно относится к Китаю, то есть она очень сильно хочет простраивать отношения и в вопросе безопасности, кибербезопасности, энергетики и экологии с Америкой. То есть тогда с Бербук это будет направление больше проамериканское. Но, с другой стороны, если я не ошибаюсь, то ключевые партии, они, в принципе, выступают за то, чтобы с Россией сохранять какие-то, либо развивать какие-то прагматичные отношения в экономике. Да, вот получается так, что либо Олаф Шольц, СДПГ, либо Армин Лашет, христиан ХДС, они все-таки критикуют Россию, но они держат двери свои открыты для взаимоотношений, потому что они очень заинтересованы все-таки в Северном потоке. Они сейчас хотят выйти на нулевой выброс углекислого газа по разным программам, по-разному. Кто-то говорит до 2045-го, кто-то до 2035-го даже снижает планку, точнее повышает наоборот планку. Поэтому Россия очень важный стратегический партнер в данном случае, но они будут следить за тем, как они относятся и к США, и к Украине, и к Беларуси. Хорошо, вопрос тогда следующий. А сам Северный поток, вот с точки зрения и тех же самых зеленых, и свободных демократов, ну про эльтернативу для Германии я молчу, то есть это угроза, либо это возможность? То есть есть ли консенсус среди немецких элит, что ему быть, ему не быть, либо есть споры? Если совсем обобщенно, то споров нет. То есть в СМИ везде говорят о том, что мы рассматриваем Россию как действительно экономический такой прагматический проект, но мы все-таки хотим указать на то, что если будут какие-то истории со стороны России, что они это будут использовать как свой инструмент, Северный поток-2, то тогда мы будем все-таки настороженно относиться к нашим отношениям, потому что это уже политика, а мы все-таки говорим про энергетику и экономику. Ну то есть ключевое восприятие это энергетическое, то есть если ошибаюсь, у зеленых тоже, поправь меня. Зеленые категорически против. Они говорят о том, что... Ну насчет Северного потока. Насчет Северного потока, да. Ага, ясно. Мы сами с усами, мы что-нибудь придумаем, мы повысим налоги на богатое население Германии, будем тянуть с них деньги, а потом уже и вопрос возникает, а что с конкурентноспособностью немецких организаций, немецкого производства? Тогда немецкое производство вынуждено просто будет для выживания, я назовем это простым языком, обращаться к иностранным конкурентам, в том числе и Китаю. Хорошо. Следующий вопрос. Ты сказал, что зеленые не за увеличение налогов, ну как минимум на богатых, на предприятиях. Социал-демократы? Социал-демократы тоже там же, как и весь левый блок и партия левых, они также стремятся к повышению налога, поэтому если все-таки полностью левый блок будет, то тут повышение налога неизбежно. Ну они вроде как хотят заняться, не заняться, а направить все-таки свои силы на социальное благополучие Германии, поэтому там будет очень много всяких плюшек в виде дополнительных программ, которые они для выстраивания равных позиций богатых и бедных будут придумывать. Но пока что это не прописано досконало, в этом очень много вопросов в программе. Прекрасно. Если речь идет о увеличении налогов и, соответственно, уменьшении возможной конкурентной способности, но это пока что еще поставим под вопросом немецкой экономики, Германия – это как бы там ни было ядро Европейского Союза. То есть, соответственно, если больше социальных трат, если не совсем покрываются налогами, то это значит, что часть средств, которые сегодня идут из Германии, ну скажем, в общую кубышку ЕС, они остаются внутри. Как насчет европейской повестки? То есть левые партии, они сконцентрированы на внутренней повестке, на Германии, либо они все-таки берут во внимание, в первую очередь, интересы ЕС? Я даже больше скажу, абсолютно все партии сконцентрированы в большей мере на политике ЕС в первую очередь. То есть то, что они рассуждают на тему, кто будет ближайшим партнером в дальнейшем – Китай, Россия, Америка – это немаловажный вопрос, но программа всех партий прописана и заточена на то, что все-таки давайте мы подумаем о том, чтобы не растерять наших партнеров ЕС и оставить семью благополучно процветать вместе. То есть, условно говоря, во внешней политике приоритет номер один – это Европейский союз, соответственно, ближайший и так далее. И уже после этого идет выбор внешнеполитических партнеров, как говорится, с кем и против кого дружить. В зависимости от того, кто войдет в коалицию, тогда и будут распределяться уже силы, с кем мы будем на внешней арене прожить там. То есть получается, что если это левая коалиция, то вероятность, как ни парадоксально, больше ставки на Соединенные Штаты Америки. Если это христианские демократы, с социал-демократами, ну тогда более-менее уравновешен, в том числе с оглядкой на Россию. Или нет? Очень сложные там процессы. Если совсем кратко, то действительно все-таки левые, они ориентированы на сотрудничество с Соединенными Штатами. Но Олаф Шольц как таковой, он имеет опыт работы, еще будучи премьер-министром Гамбурга, когда он еще не входил в Бундестаг, он в его городе, он все-таки делал акцент на сотрудничество с Китаем, потому что в Гамбурге один из самых крупных портов Германии, и поэтому он очень-очень много сотрудничал с Китаем, опять же таки из прагматичных соображений. То же самое он, в принципе, и будет продолжать делать в внешней экономике. То есть от него, если он станет все-таки канцлером, будет много зависеть, какое решение будет принимать МИД. Но опять же, если МИД возглавит представитель «Зеленых» Анна-Лена Бербок, то тогда там другие дискуссы будут тоже играть свою роль, потому что она все-таки против Китая и России. Поэтому как они будут договариваться, это вот прям интрига, которая будет разворачиваться с 26 сентября. Уже, как говорится, действительно заинтриговала. Хорошо, следующий вопрос тогда. Китай, США и так далее. Это понятно. То есть это глобальные игроки, они в любом случае в повестке присутствуют. На каком месте и где присутствует, условно говоря, Восточная Европа? То есть Украина, Беларусь, Молдова, там, не знаю, Кавказ, может, какие-то еще страны регионов упоминаются ли? Вот в программе даже не прописано. Очень грустно и печально. Пытаюсь вычитать и какие-то статьи их, и комментарии интервью, которые дают представители партии. Они говорят только одно. Но если мы говорим об Украине, Украина еще не готова для вступления в НАТО и ЕС. И они постоянно об этом говорят. Они нас поддерживают всячески в нашей территориальной целостности и в принятии реформ различного характера. Но им всегда немножечко не хватает для того, чтобы все-таки нас взять в ЕС. А на дебатах? То есть насколько часто и насколько хотя бы заметна была тема Восточной Европы в принципе? Практически незаметно. То есть получается, что, насколько я понял, то ключевые направления предвыборной, скажем так, предвыборной гонки, предвыборной агитации – это три какие-то внутренние проблемы либо внутренний процесс внутри самой Германии. Второе – это внешнеполитические партнеры, то есть выстраивание коалиции внутри ЕС и с ключевыми глобальными игроками вовне. И все остальное – это, как говорится, уже в пункте ИТД. То есть действительно у них программа настроена на то, что они хотят развиваться, а развитие у них будет в большей мере направлено на то, что они будут объединять ЕС всячески снова, потому что разные есть нюансы и касательно отношений Германии с Польшей, собственно, с В4, с Вышградской четверкой. – Слушай, вот тут как раз-таки интересно. То есть, да, позиции Вашеградской четверки и Межмурия, насколько вот этот трек, насколько эта тема заметна? И у кого она больше заметна? Социал-демократы, зеленые, ХДС, ХСС. Кто об этом говорит и говорят? – В большей мере говорят все-таки ХДС и социал-демократы, потому что они, как лидирующие партии, если уже в программе прописано о том, что целостность Евросоюза – она приоритет на данный момент, то они акцентируют внимание на этих странах, потому что сейчас мы видим тенденцию о том, что все-таки эти государства, они не согласны и с северным потоком, и с многими решениями, направленными на то, что мы должны якобы, мы – это имеется в виду ХДС и социал-демократы – дружить с Россией. То есть в этом вопросе они абсолютно не совпадают в своем мнении, и когда Евросоюз как отдельный институт должен уносить какой-то свой приговор России, то тогда они не могут быть единогласны в своем восприятии. Ясно. Вопрос к вот этому так называемому, когда-то назвали «ленивый южный пояс», то есть Греция, Италия, Португалия, Испания. Насколько он фигурирует? Потому что во многом… Ну, Италию, ладно, оставим в стороне, но, по крайней мере, Греция, остальные – это во многом все-таки государства, которые получали капитально очень большие объемы помощи европейской службы и где-то присутствуют. И присутствуют ли? В программе не присутствуют. Я перечитала и пыталась найти этот момент, но очень много говорится в интервью о том, что мы не должны допустить момента, когда выделялся большой пакет помощи Греции, и это первый момент, когда нужно было восстановить их экономику, и второй момент – это с беженцами, которые были размещены в тех странах, которые не могли финансово обеспечить размещение, скажем, беженцев этих. И поэтому они говорят об этих странах, что мы будем всячески их поддерживать, но, опять же таки, это тоже остается такой негативной интригой, потому что это нигде не прописано, и программы не указывают, что дальше они будут делать. То есть то, на что они сейчас больше всего, программы основные, делают акцент – это мы спасаем климатические наши условия, которые сейчас находятся в экстремальной ситуации. Мы делаем направление на дигитализацию, то есть для них вот именно такое… Дигитализация занимает основную сферу в их программах. И, собственно, есть то, что мы уже обсуждали. Вот ты сказала слово «миграция». На этой части, я думаю, что белорусская часть моей аудитории, она несколько напряглась, учитывая шутки, которыми раскидывается Республика Беларусь по отношению к соседям, ну, как говорится, стимулируя приезд людей из не особо далеких стран, которые идут дальше в Польшу или друг. Миграционные вопросы в программах. Иммиграционная политика Европейского Союза как таковая. Да, это прописано детально у них. Ура! Действительно, они на эту тему очень много размышляли, и зеленые, если это маловероятно, но, тем не менее, если они все-таки дальше будут нарастать свои силы в Бундестаге, то тогда они широко открывают двери для мигрантов. То есть для всех. You are welcome. Да, you are welcome, нам нужна рабочая сила, мы хотим вместе бороться за экологию права человека и так далее и тому подобное. Естественно, правый блок к этому относится не то, что негативно, но у них там возникает миллион условий того, через какие круги ада нужно пройти для того, чтобы получить, как в Америке, грин-карту для работы как минимум, или рабочую визу в Германии. То есть там начинается уже очень много препятствий. Ясно. А охрана внешних границ Европейского Союза? Нелегальная миграция как проблема? Это прям важный вопрос, особенно после того, как разразился скандал между Макроном и Байденом, потому что Макрон сразу встал в позу и сказал, а раз так, то мы тогда будем делать свою оборонную систему. И он начал уже рассуждать на тему того, что ЕС должна не сотрудничать так тесно с НАТО, а все-таки разрабатывать свою какую-то структуру. Германия пока что сдерживается от комментариев каких-либо. То есть они говорят о том, что мы поддерживаем Францию, но они все-таки из-за того, что сейчас идут выборы, с одной стороны им надо реагировать на все параллельные процессы, которые происходят на международной арене. А с другой стороны им нужно все-таки определиться со своим парламентом и для начала понять, кто будет вообще стоять у руля. Поэтому пока что идут обобщенные какие-то дискуссии о том, что Франция – это наш ближайший партнер в ЕС. Но все-таки давайте смотреть в том, что мы находимся посередине, посередине как сила, которая регулирует взаимоотношения между ЕС, Америкой, Францией, Россией, Китаем. То есть все они хотят быть хорошими для всех. То есть я понял, таким хорошим арбитром. Хорошо. И есть еще одно направление, весьма интересно, снова-таки учитывая историю взаимоотношений, это позиция Турции. Потому что Турция, как бы там ни было, это региональная супердержава уже становится. И, соответственно, от того, как будет строиться отношение с Турцией, многое будет зависеть, в том числе, например, для Украины. Насколько Туркия и Турецкая республика присутствуют в программах партии? И заметна ли она? В программах, опять же-таки, не присутствует. То есть больше можно сделать выводы из каких-то интервью политиков. И, опять же-таки, если раньше была позиция Меркель более-менее понятна, то есть она, опять же-таки, была арбитром, которая пыталась вроде как и сотрудничать с Турцией, но, опять же-таки, в некоторых вопросах, как миграционный кризис, выходила на конфликт с Эрдоганом. В данном случае выборы, они сделали Германию в таком подвисшем состоянии. Мир развивается, мир пытается на международной арене выяснить между собой отношения, а Германия пока что отмалчивается, поэтому сейчас только идет речь о прагматичных экономических взаимоотношениях. То есть то, что они хотят дальше развивать отношения с Турцией наравне, как с Китаем и с Россией, чисто энергетически и экономически, это понятно. А вот в политической сфере тут, скорее всего, новая коалиция уже будет по ходу дела формировать свое мнение. Хорошо. Следующий такой. То есть Германия, она... Вот из того, что я сказал, смотри. Получается интересный вывод. То есть внутри ЕС Германия заявляет о своей, ну если не главенствующей роли, то о чрезвычайно сильном весе и о роли силы, которая будет стабилизировать ситуацию, каким-то образом сшивать союз. То есть на внешней арене ключевые тезисы, если оставить зеленых, это в первую очередь рациональные экономические отношения без резкого политического давления. При этом, если мы сравним, например, Францию, Франция идет на открытые политические конфликты. Вопрос такой. А насколько вот после выборов в этой спайке Франции и Германии, Германия может составить Франции конкуренцию именно как политический друг, не экономическая сила, которая вот такая, как бы сказать, неповоротливая, не торопкая, а именно политическая, которая способна к китарейскому действию. Возможно ли такое? Или немцы все-таки не хотят вылазить на уровень именно большого политического игрока? Германия всегда будет претендовать на уровень большого игрока, потому что она все-таки ядро Евросоюза как минимум, а это немалая часть веса политического. И я больше скажу, они даже, то, что касается последнего скандала Аукус, они, Германия в 2020 году подписала как программу на ближайшее будущее о том, что они все-таки хотят укрепить свои позиции на Индотихоокеанском направлении. То есть они тоже смещают свои силы туда. И Франция, она тоже там фигурировала или фигурирует до сих пор в большом количестве, но я не вижу между ними конкуренцию какую-то. То есть они действительно должны, как в отношении России и Китая и других международных отношений, действовать как единое целое. Поэтому, когда Франция ведет себя более агрессивно, чем Германия, особенно перед выборами Германии, когда Германия немножко не до того, то Германия делает все возможные шаги, чтобы показать свою лояльность Франции, но не отказывается от того, что она хочет сотрудничать с США и продолжать свою международную политику как сильного игрока. Хорошо, ты сказала, условно говоря, индоазиатский регион. Еще одна интересная точка, то есть Китаем понятно, Иран и санкции против Ирана, потому что прошлый год, как говорится, обсуждений было много, насколько и насколько Иран будет выходить из подсанкционного давления. По большому счету Штаты, позиции Штатов, это более-менее даже мать до выгодной сделки позиции Европейского Союза выходить из нее. Но по большому счету Индия, Иран, вот эта полоса между Китаем и странами, назовем так, уже арабского мира. Насколько тема Ирана озвучилась, не озвучилась, звучала ли она вообще? Интересно. Звучала в контексте военных сил и подразделений, которые были размещены, и они хотят отзывать все это. То есть они за разоружение абсолютно все. Иран, Иран, не Ирак, Иран. А, Иран. А относительно Ирана, честно говоря, я не изучала вопрос. Это я говорю только про Ирак. Понял. Ну, носим тогда все. То есть получается, что у нас через пару дней мы будем знать результаты. Где-то, когда примерно можно будет говорить о том, насколько коалиция будет оформляться? Неделя, две? Всегда по-разному. Абсолютно. Но Германия, они более оперативные ребята, чем тот же самый Ливан. Вот. Поэтому они все-таки будут намного быстрее приводить свои коалиционные силы в порядок. Поэтому я думаю, что где-то на протяжении недели мы уже будем понимать, куда движется, по крайней мере, переговорная их структура. Понял. Ну, огромное спасибо, Юля. Спасибо всем, кто смотрел. Видео понравилось. Лайкайте, комментируйте. Подписывайтесь на канал, поддерживайте подпиской на Патреоне. Ну, а по европейской политике, особенно по немецкой, я думаю, что это не последняя наша встреча, не последний наш разговор. Всего вам доброго.